Итак, всем доброго времени суток. С вами канал Beautiful Lady и сегодня я вам хочу показать свои коллекционные альбомы по мультсериалу My Little Pony, выходивший один из них в России, а другой в зарубежных странах некоторых, таких как Бразилия и другие. Давайте приступим сначала, я думаю, с российского альбома по My Little Pony вот с такой вот симпатичной обложкой достаточно и с большинством ошибок в альбоме, очень даже веселых порой. Вот, например, нет, не здесь, извиняюсь, вот здесь вот коллекционных маленьких, вот, вы можете видеть, что маленьких, ничего маленьких, игрових наборов, мягких игрушек и хрустальнюх. Ну, видимо, здесь переводчики немного накосячили. Ну, в общем, вот такой вот веселый получился альбом в итоге. В начале рассказывается о появлении королевства, так сказать, Квестрии, страны Квестрии. Давайте, в общем, буду показывать, чтобы... Здесь про принцессу Селестию. Да, наклейки трех видов бывают, блестящие. Так, давайте я вам чуть-чуть поближе покажу. Блестящие, контурные и обычные, просто бумажные. Соответственно, редкость блестящих гораздо выше, чем простых. На другой странице рассказывается все про Луну, младшую сестру Селестии. И да, один из достоинств этого альбома, то, что не обидели ни Брони, ни творостых, кто поддерживает озвучку «Карусель», и написали как бы единые общие английские названия, ну, латинскими буквами, имена все. Вот, это как бы один из достоинств, реально. Про Твайлайт Спаркл, или же Искорку, рассказывается про ее жизнь в Паннивилле, как она приехала. Здесь упоминается ее друг Спайк. Далее Мейн Сикс идет. Пинки Пай. Такие вот достаточно веселые с ней картинки. Вот она здесь сама такая. Далее про Рейнбоу Дэш. Тут, я помню, наклейка прям, ну, очень редкая была, прям в числе последних она мне досталась. Выменила ее. Далее про Эппл Джек. И ее фирму. Ну, здесь вот, как может догадаться, описание про каждую Пони идет. С теми же названиями на английском языке. Про Рэлити. Все. Ну, основные моменты жизни, характера, черты характера. Вот, кстати, я помню, тоже прям такая наклейка была редкая. И вот это вот. Это как-то сразу паснут, насколько я помню. Так, чисто. Дальше про Флаттершай. Кстати, должна сказать, что сейчас я Май Литл Пони особо так не увлекаюсь, как раньше. Просто остался альбом. Вот, собирала в 13-м или 14-м. В 13-м он выходил году. Про Флаттершай. Про ее любовь к животным. Соответственно, далее Королевская свадьба идет. Здесь у нас Контерлот. Принцесса Мияморка Дэнса с Шайнин Кармором. Рассказывается здесь. Все повествуется, как, что было. По-моему, Кризалис, не помню, употребляется здесь или нету. Ну, в общем, кадры их свадьбы. Дальше злодеи. Здесь вот разные, из разных сезонов. Вот, например, по-моему, это из Деринду. Вот это вот рассказы. Это Пес. Так, вот этого в последнем шестом или в пятом сезоне, как созвали Терикс, что ли, какой-то. Блин, не особо помню. Я просто почти его не смотрела, так как больше не люблю, как ранее говорила. Здесь у нас такие вот различные существа. Это вот, я помню, в серии, в начальных сезонах был, по-моему, с... Ну, Флаттершай, в общем, что-то помогал или нет. Или я путаю. Может, и путаю. Если честно, я уже не помню. Вот Шэдоу Болт. Это вот лев в первой серии. С драконами. Этот кто-то там, Волк, что ли? Какой-то древесный, вот, вспомнил. Уж извините, кто фанаты мультика. Здесь у нас Кьюти Макс. Про... Все про метки рассказаны, поняш. Причем здесь и метконосцы, меткоискатели. Метконосцы уже их надо называть, а не меткоискатели. И про каждый пони, и какой у них знак отличия. Вот такие вот. Ну, и здесь также присутствуют контурные, блестящие и обычные наклейки. Дальше. Магическом королевстве Эквестрия. Ну, здесь как бы разные такие моментики из мультсериала. Если вы слышите что-то на фоне, это у меня аквариум. Сразу извиняюсь. Вот здесь вот Твайлайт. Мне прям нравятся здесь вот картинки с Твайлайт. Такие прям это... Прикольненькие. Потом вот еще одна. Это вот все продолжение. Здесь такая милая Патуршай со спайком. Здесь такая тоже милая прям Твайлайт вышла. Прям подобрали моменты такие, где она обидчивая, где она такая в ярости, так сказать. Ну, не совсем в ярости. Ее род в ярости. Дальше здесь Найтмар Мун. Все как бы рассказано, показано. Ну, в общем, первая серия. Вот эта классная картинка такая с Луной. И последняя заключающая страница. Это у нас все как бы вместе собрано. И здесь написано. Все, мы приближусь чуть-чуть. Вот. И вот. И Кантерлот. Замок Кантерлота. Вот. Ну, собственно, конец. Теперь непосредственно перейдем к зарубежному альбому. Я здесь уже говорить буду меньше намного, потому что, ну, сами понимаете, там перевод и все такое. Вот, смотри, сейчас я вам просто покажу образец. Вот. По-моему, бразильский. Не знаю, какой язык. Точно. Потому что ни немецкий, ни английский за 100%. Может быть, и французский, но не знаю. Так. Нужно сказать, что обычные также есть наклейки. И пахнущие. Здесь вот, как написано. Вот здесь такая двойная обложка. Секвестри геллс. И обычные. Где твайлджи аликорн. И вот, по-моему, фруктовым ароматом наклейки еще здесь встречаются. Они вот такие вот выглядят на белом фоне. Вот. Вот, соответственно, вот это вот пахнущее. Ну, они, знаете, вот аромат у них клубничный. Такой вот. Напоминает очень. И здесь те моменты, которые в том альбоме как бы не упомянут почти. Но есть и встречающиеся наклейки. Прямо идентичные. Я думаю, текст бессмысленно как бы так вот буду в общем. Как бы книга такая вроде бы была. Или примерно то же самое все. Только в более углубленном там, например, вот Твайлайт с Шайниным Армором в детстве. Далее вот так вот. А, ну здесь вот Кризалис уже присутствует. Здесь вот уже Аликорн, Зекор, Дискор тут есть. Вечно Дикий, Вечно Зеленый Лес. Элементы. И как бы все в сборе, так сказать. Здесь даже присутствует Грифон. Гильда, Джильда, Трикси и так далее. Как бы с персонажа. Ой, бабуля Смит даже есть. Вот. И теперь как бы вот другая сторона начинается. Здесь вот такое вот у нас приветствие. На и Малитал Пони. Здесь вот игра на андроидах и на айпадах. Рекламируется очередная. И Эквестрия, Герлс. Первая часть. Как бы конспект мультсериала. Шин... Ой, этот... Санс Шиммер. Шиммер. Моменты всякие. Танец их. Пахнущие также наклейки встречаются. Вот здесь вот даже спайк такой прикольный в виде собаки. И, соответственно, заключение. Вот уже здесь превращения всякие пошли. Ой, здесь даже... Как его уже звали-то? Flash Sentry. Вот. Вот. И, соответственно, как бы... Конец. Альбом, он, так сказать, двойной. Да с двойной обложкой. Вот. И на этом было все. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. С вами была Beautiful Lady. Всем пока-пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok